Жить дома и при этом отбывать наказание за уголовные преступления. Такая возможность есть и у первоуральцев, приговоренных к принудительным работам. Помогают ли родные стены становиться лучше? Расскажем в сюжете. Сытный обед и обязательно фрукты. Мария провожает мужа на работу. Алексей – электромонтер на одном из крупных предприятий города. То, что сейчас он отбывает наказание за уголовное преступление, напоминает только график отметок, висящий на холодильнике. Осужден был в 2014 году. Срок у меня 12 лет. Просидел 6 лет. Потом за хорошее поведение перевели в исправцентр. В 2019-м Алексей стал разнорабочим на заводе. Утром уходил на смену, вечером возвращался в исправительный центр. Через два года добросовестной работы ему разрешили вернуться домой к жене и детям. Но отбывать свое наказание он продолжает. Впереди еще три года принудительных работ. Сергей Попов тоже осужденный. Свою заводскую карьеру он начал с профессии дорожного рабочего. Затем прошел обучение и стал упаковщиком. Сейчас снова учится. Хочет управлять погрузчиком. Нормально в жизни так же работают. Единственное, есть, конечно, вычет. У нас, само собой, у всех это дополнительное. А так, абсолютно, как бы, так же работаем на заводе, как и со всеми на равных. Всего в этих цехах трудятся 95 осужденных. Все они официально трудоустроены и получают заработную плату. Занимают ребята у нас различные должности, начиная от дорожных рабочих, заканчивая сменными мастерами. Все на хорошем счету. Нарушителей точно нет. Живут дома только 8 осужденных. У них уже позади 1,3 срока. А семья проживает на территории Первоуральска. Они даже могут отдыхать за пределами Свердловской области. Главное, не забывать несколько правил. Они должны соблюдать трудовую дисциплину, трудиться. Они не должны себя проявлять в общественных местах негативно. Они должны, допустим, употреблять спиртные напитки. В службе исполнения наказания говорят, за несколько лет реализации такой программы в Свердловской области ни одному из осужденных не ужесточили наказание. Поэтому до конца 2022 года планируют создать еще 400 рабочих мест для приговоренных к принудительным работам. Как говорится, от суммы от тюрьмы не зарекайся. Мы будем делать все, чтобы не попасть еще раз в места лишения свободы. Дарья Шумович, Денис Хромцов, Новости Первоуральск.